всем доброго солнечного дня подписывайтесь на мой канал мир трав я расскажу вам много интересного и полезного о наших растениях которые нас окружают сегодня бы хотела рассказать вот про такой интересный цветок растений называется гвоздичный корень или гравилат гравилата насчитывается около 60 видов у нас на урале растет вот такой гравилат крупно листовой это многолетняя трава я сейчас показываю уже как когда она отцвела потому что все время показываю в основном цветочки вот захотелось показать вот такие орешки то есть цветы были желтенькие а я вставила вам фотографии а сейчас вот такие вот уже орешки в этих орешках находятся семена гравилат или по-другому гвоздичный корень очень полезен своим комплексом витаминов минералов солей эфирными маслами эту травку используют при желудочных коликах спазмах желчного пузыря при кровотечениях маточных при расстройствах кишечниках таких как диарея нужно довести до кипения например травку корневище нарезанное 2 чайные ложки на 200 грамм кипятка также при лечении неврозов при сухом кашле используют коклюш и можно настоять в термосе две столовые ложки листьев и также 200 грамм кипятка настоять и принимать настои трижды в день после еды еще можно лечить порезы сухой лист перемалывают в муку и присыпают вот как присыпку на рану и потихоньку осторожно через 50 минут примерно смывают теплой водой можно час повторяет так три-четыре раза в день раны очень хорошо заживает и это природный антисептик также гвоздичный корень а лечат стоматит гвоздичным корнем настаивают и полощат горло можно добавить лист шалфея или ромашки также делают ванночки детям но это после шести месяцев и делают аппликации со свежим листом прикладывают для удаления мозолей натоптышей по несколько раз в день нужно прикладывать у нас в деревне ложили корень а в шкаф использовали от моля а корень очень пахнет гвоздикой сильно и поэтому моль боялась отпугивалась вот такая вот волшебная травка но как у всех есть противопоказания это и аллергия и беременности кормления грудью детский возраст в интернете очень много рецептов вы можете подобрать под свое заболевание собственный рецепт но повторюсь же опять после консультации с врачом и никогда не собирайте растение вблизи дорог просушим а в проветриваемом помещении в тени храним в бумажных тканевых мешках в стеклянной посуде зеленую часть растения то есть надземную часть листья стебли цветы заготавливают в начале цветения летом или весной и сушат корневище копают поздней осенью хорошо промывать нужно просушить и прийти не превышать температуру 45 градусов иначе полезные вещества в корнях просто улечь улетучиваются хранить корни можно не более двух лет зеленую часть не более года лучше каждый год заготавливайте себе новое свежее растение но я с вами не прощаюсь до новых видео не болейте всем добра погода у нас на урале солнечная снова появилась солнышко и все хорошо того и вам желаю всем до встречи подписывайтесь буду рада